Ученики младших классов школы округа делают свои первые шаги в мире технических открытий. Так называется проект, который реализует Центр Лесная Сказка уже на протяжении шести лет. И вот в стенах учреждения состоялась Олимпиада по техническому творчеству. Участники – ученики третьих и четвертых классов. Всего девять команд. Все с нетерпением ждут начала. В начале Олимпиады тесты с десяти вопросов на то, чтобы дать ответ, у ребят есть 20 минут. А уже потом самое интересное – практическая часть. Вооружившись бумагой, клеем, ножницами, другими материалами и инструментами, участники приступают к работе. Процесс затягивает. Ребята с удовольствием выполняют свое задание, мастерят планеры. А ведь именно с таких простейших моделей порой начинается большой путь в мир науки и техники. Существующая в нашей стране система научно-технического детского творчества формировалась много-много десятилетий. И большинство наших успешных деятелей отечественных науки и техники, талантливых инженеров, заслуженных конструкторов в свое время, в школьные годы активно занимались в кружках технического творчества. Центр «Лесная сказка» продолжает эти традиции. В проекте «Мир технических открытий» задействованы больше тысячи школьников со всего округа. Участники Олимпиады – самые юные из них. Варвара первая справилась с заданием. Теперь самый важный и волнительный этап – запуск. Эти вещи могут быть полезными, или если их подарить, то они еще каким-то людям принесут радость. Порадовал и тот результат, который показали юные конструкторы. Все планеры взлетели, награда нашла своих героев. И главное, ребята сделали еще один шаг на пути технического творчества. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.